Как заговорить на английском языке? Мы переехали в США 7 лет назад, и три совета, о которых я буду говорить в серии этих видео, помогли нам начать говорить. Я думаю, эти советы помогут и вам. Даже если вы учили английский в школе, ходили на курсы, пользовались услугами репетиторов, когда нужно начать говорить, горло как будто комп отступает, и вы не можете ничего сказать. Для тех, кто живет в англоязычной среде, вопрос стоит еще более остро. Разговорный английский просто необходим при поиске работы, когда нужно изъясняться с врачами, учителями и в других подобных ситуациях. Почему вообще так сложно говорить на другом языке? Ну, представьте ситуацию, когда вам нужно решить какой-то вопрос, и разговор будет на английском языке. Что вы чувствуете в таких ситуациях? Возможно, вы чувствуете то же, что и чувствовал я. Это страх перед тем, что меня не поймут, или что я не пойму то, что мне будет говорить, и разговор не получится. Как с этим справляться? Погружайтесь в американскую культуру. Это то, что поможет вам справиться с тем страхом, уменьшить его до такого уровня, при котором он не будет мешать вам говорить. Каким способом пользуются те, кто учит английский язык? Многие учат слова. Учить слова – это, конечно, полезно. Нужно знать слова, их перевод. Также важно знать правила грамматики, как строится предложение, и понимать структуру предложения на английском языке. Но эти слова, которые вы учите, как правило, не связаны с тем, что волнует вас в вашей жизни, не связаны с вашими чувствами, эмоциями. И поэтому от такого обучения, как правило, будет очень мало пользы. Наш мозг так устроен, что он очень быстро забывает то, что не используется, то, что ему не нужно. Точно так же, как вы выбрасываете старые вещи, которые больше не используются и вам не нужны. Поэтому если просто изучать слова, правила, построение предложений, такое обучение может пройти впустую, и вы не сможете начать говорить. Слушали ли вы радиостанции такие, как Европа+, Авторадио, Дорожное радио? В этом случае постарайтесь найти для себя подходящую альтернативу на английском языке. Для кого-то может быть очень тяжело, для меня тоже было очень тяжело слушать, смотреть фильм на английском языке, когда ты абсолютно ничего не понимаешь. Или слушать радио на английском языке, когда абсолютно ничего не понимаешь. Вместо речи, членораздельной речи, вы можете слышать просто набор звуков. Набор совершенно не связанных между собой звуков. Поставьте лайк, если вы пробовали слушать, и это было именно так в вашем случае. Несмотря на то, что я учил английский в школе, а также в институте, потом ходил на курсы несколько месяцев английского языка, и моя работа связана с английским языком, когда мы попали в эту англоязычную среду, я постарался слушать что-то на английском языке, как мне советовали те, кто здесь жил давно и говорил уже на английском языке. Я слышал просто набор звуков, просто сплошной набор звуков. Ни одно слово нельзя было отличить от другого. Но совет слушать английскую речь, погружаться в американскую культуру, помог мне начать говорить на английском. Моя жена Юля, у нее было очень мало английского в школе, но когда мы приехали сюда и старались погружаться в американскую культуру, это помогло нам ей в том числе начать говорить на английском тоже. Это нелегко, но если вы заставите себя слушать английскую речь, вы научите свой мозг отличать слова друг от друга. После этого у вас появится желание узнавать, что означают эти слова, которые мозг различает уже. Но для того, чтобы мозг научился отличать слова друг от друга, вам нужно прослушать хотя бы 50 часов или 100 часов английской речи. Так бывает с детьми. Наши дети пошли в школу, и Влад, например, он ходил в школу 2 месяца, и после 2-3 месяцев он начал уже говорить свободно на английском. Дети проводят в школе 4 часа в день, они слушают английскую речь постоянно, их мозг учится отличать слова, и затем они начинают использовать это в своей речи. Поэтому, если вы хотите начать говорить на английском, поставьте себе цель прослушать 50 или 100 часов английской речи. Смотрите фильмы на английском, слушайте радиопередачи на английском, найдите для себя что-то интересное, что вам нравится, какие-то, может быть, ток-шоу или что-то подобное, что позволит вам слышать разговорную английскую речь. Например, я нашел для себя радиостанцию NPR-1, там можно услышать новости, различные передачи, интервью, или постановочные какие-то истории, которые рассказывают. Очень интересно, когда ты слушаешь такие передачи, ты пытаешься понять, о чем идет речь, что происходит, и мозг каким-то непостижимым образом начинает распознавать слова, и у тебя появляется интерес к тому, чтобы узнать, что эти слова означают. Мозг сам по себе начинает учиться. Также нам нравится смотреть научные передачи, например, канал Vertazium или Smarter Every Day. А какие передачи любите смотреть вы на английском языке? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Этот способ очень простой, вам не нужно тратить какие-то титанические усилия, чтобы читать каждый день что-то, вам достаточно просто слушать. Также, что поможет вам погружаться в американскую культуру, если вы переведете телефон, навигатор, телевизор, компьютер, виртуальные помощники, если вы все это переведете на английский и будете стараться это слушать и говорить, и читать на английском языке. Конечно, если вы переведете навигатор, свой навигатор на английский язык, возможно, вы и пропустите один, два, три, пять поворотов из-за того, что не поняли, что вам говорит навигатор. Но точно вы запомните, вы выучите эти слова, вы запомните, как они используются, они будут связаны с вашей жизнью, мозг будет понимать, что это важно для вас, у вас будет больше мотивации учить английский язык, понимать его и говорить на нем. Изучая новый язык, вы сделаете для себя потрясающее количество открытий. Вы узнаете, насколько отличаются те, кто говорят на другом языке от нас, потому что это совершенно другая культура. Культура в языке. Поэтому, если вы хотите заговорить на другом языке, погружайтесь в его культуру. Это был первый совет, который помог нам заговорить на английском. В следующем видео мы рассмотрим второй совет. Поставьте лайк, если видео оказалось вам полезным. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Если вы уже говорите на английском, но знаете того, кому это видео оказалось бы полезным, поделитесь этой ссылкой с ним. А на этом все. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!